Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сейчас буду показывать, как я обрабатываю теплицу за неделю до посадок фитоспорином. И напомню, что сегодня я начала серию видеороликов про обработки теплиц. Я рассказала в первом видеоролике, что они очень разные. Есть мягкие щадящие варианты, есть средние, есть вообще жесткие. И мы применяем эти разные варианты в зависимости от ситуации. Если вот в этой теплице у меня в прошлом году не было фитофторы, тут росли перцы, микробиология у меня нормальная, и грунт, и все хороший. Я сделаю щадящую обработку. Вот этот маленький участок я просто пролила кипятком, посажу завтра здесь редиску. А вот следующий участок, который мне не срочно нужно, я буду обрабатывать и грунт фитоспорином, и теплицу. Теплицу фитоспорином обрабатываю тем же раствором, что и поливаю грунт. У нас вот рабочий раствор у меня разведен по инструкции. Беру одну столовую ложку и на ведро, вот на такое ведро. Я все растворила. Можно обработать какими-то... Если у вас есть устройство для мойки автомобиля, это будет очень быстро. Я попробовала, не смогла без мужа его завести. И решила опять своим старым методом вручную. Нужно постараться обработать и металлоконструкции у теплицы, и сам вот этот поликарбонат. Смывать фитоспорин не нужно, потом конденсат будет, он сам весь стечет вниз. Если верхние я просто опрыскиваю части, то нижнюю часть, вот там где плесень, я сейчас обрызгаю и потом еще тряпочкой буду вот так протирать. Тут ничего сложного нет. Верхние они более чистые, вот досюда. А нижние вот эти панели я все сначала брызгаю, потом... Сейчас тряпку возьму, потом вот это все растираю, видите, везде плесень с прошлого года. И потом еще раз опрыскаю, все. После того, как все мои вот эти вот конструкции, теплицы будут готовы, только после того, как я их вымою, я этим же раствором полью вот этот грунт. Сейчас я поливать не буду, потому что у меня теплица еще не готова. Поливаю весь грунт также, все. И накрываю пленкой. Этот метод, он такой, довольно-таки мягкий. Его можно применять лучше всего там, где у вас не было болезни, еще раз повторю. Но нужно дать неделю, чтобы вот эти наши полезные микроорганизмы, грибки, поработали. И потом почва будет готова. Если у вас была в прошлом году фитофтора или какие-то другие заболевания, нужно обязательно обрабатывать более жесткими фунгицидами, такими, как лучше медный купорос. А если уж в крайнем случае, если ситуация сильно-сильно плачевная, то можно использовать шашку. Вот эту серную шашку. Она убивает все. Но про серную шашку я буду рассказывать. У обработки серной шашки есть свои недостатки. А вот этот мягкий щадящий способ, который очень простой я показала, мою поликарбонат фитоспорином. И потом поливаю грунт фитоспорином. Все, вот эта теплица у меня будет готова. До свидания. С вами была Ольга Чернова.